Без руганий, ни одного слова, чтобы не было матерного. Только одно условие. Договорились. Говорите. А у нас Бог един в трёх лицах. Да. Сын, Святой Дух. Да, Святая Троица. У них одно сознание на троих или три независимых сознания? Три независимых. Личности не слиянно. Не слиянно, я ошибаюсь. Не слиянно, я раздельно не слиянно. Учение о Троице нам уже высказано. В симоле вере наша кредо. То есть у них три сознания, да? Я ещё раз говорю. Согласно Святой Библии, вот, я отвечаю на ваши вопросы. Да, конечно. Евангелие от Иоанна, 10 глава 30 стих написано. Я и Отец одно. Одно. А сознание, а церковь выявила, что не слиянно и не раздельно. Ну, так у них три сознания или одно сознание на троих? Я вам ответил? Три сознания разных между собой, да? Ну, вы сказали, три сознания разных на троих, правильно? Священное Писание говорит так, в первом послании Иоанна. Три на небе. Бог, Отец, Слово и Дух Святой. Ну, вы можете прямо мне ответить на вопрос? Никто не ответит на этот вопрос. Хотел это, блаженный Августин. Вы в рот не берите эту пакость-то. Подождите, пока разговариваем-то. У вас мозги-то в дыму. Поэтому вам пробиться через эту толщу дыма мне очень трудно. И вот блаженный Августин думал, как это три и одно. И вдруг видит, на берегу, идет по берегу моря, он размышляет. Мальчик сидит маленький. И он раковину почерпнет на бежавшей волны. Отбежит, и там ямку вырыл и выльет. Он говорит, что делаешь? Океан вычерпать. Да разве можно вычерпать, когда песок уходит и все? Он как-то о Боге решил рассуждать. Одно не одно сознание. И он смотрит, никого нету. Вот и ответ. Я слышал эту притчу. То, что он мне рассказывает. Это называется... Если вы хотите познать Бога, вычерпайте ложкой океана. Вот когда ты вычерпаешь ложкой океан, ты познаешь, что такое Бог. Это он мне рассказывает эту притчу. Я уже ее слышал. Да. Прекрасно. Я это все прекрасно слышал. Просто я бы хотел по таким канонам поговорить. Вы знаете, из каких книг состоит Библия и когда она была написана? Знаю. Абсолютно точно. Библия была написана примерно 40 авторов, потому что некоторые книги авторства не установлены, как книга Паральпоминон. И писалась она 1600 лет. Первая книга Моисеева «Бытие». Дальше идет сразу же «Исход», «Левит», «Числа» и «Второзаконие». Вот вторая. Нет, 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 давайте Ветхий Завет оставим, Новый Завет. Новый Завет писали апостолы. Евангелие от Матфея написано через 5 лет после Вознесения Христа. Марка через 7 лет. Луки через 15. Евангелие от Иоанна через 35. А дальше послание апостола. Меня обманываете. Первый Евангелие был записан где-то около 300 или 150 лет после смерти Христа. Они были утрачены, они были приобретены в библиотеке, которую нашли после... И библиотек не было. Это басни. Апостол Павел об этом говорит уже. И Лука говорит об этом. Когда были написаны. Извините, отец, а апостол Петр видел Христа? Апостол Петр видел Христа. И Христос у него дома был. Исцелил его тещу, которая болела горячкой. Вот он живого Христа не видел. Он проповедовал после того, как... Видишь, у вас какие искаженные в дыму эти сознания-то. Вопреки Библии. Об этом нигде больше не написано, кроме Библии. Других источников нет. Остальное бред Родзинского до других. Я согласен. Но просто Библию нашли когда? То есть, когда первые источники появились. Библия была после 150 лет, после смерти апостола была найдена. Ее находили, обретали определенную... Обождите, я в Барнауле нахожусь. Алтайский край. Лапкин Игнатий Тихонович. Мне 81-й год. Вас как звать? Николай. Николай означает победитель. Победи эту немощь в себе. Зачем по чужой блевоте не бродить? Господь говорит. Книга пророка Иеремия, 2 глава, 13 стих. Два сделала народ мой. Меня, источник воды, живой оставили. А выстекли себе водоемы, которые не могут держать влаги. И дальше. Господь говорит. Небо и земля приедут, исчезнут. Ни одна черта закона не исчезнет. Переписывали когда евреи. На каждой строчке они считали буквы. Сбоку ставили на полях. И если было найдено 2 ошибки, буква упущена, весь свиток уничтожался. А вы говорите, где это, что это, через 100 лет. Что глупости-то городить? Нет, подождите. Христа же не признавали евреи. То есть мы говорим про Ветхий Завет или про Новый Завет? Про Новый Завет. Кто-то не признавал. А 12 апостолов. Когда населены первые книги, которые были найдены по Библии? Я вам говорю. 150 лет после смерти первых апостолов. То есть это через 150 лет были найдены. Друзья церковь, которые были найдены первые книги по Библии. Нет? Это не так? Вы Константина Тишендорфа, если посчитаете, исследователь. Как он в этом монастыре Святой Екатерина на Синайском полуострове был. Который был под протекторатом России. И он спрашивает, у вас что-нибудь есть древнее? Они говорят, нет ничего. А он голову повернул. А когда печки грелся, и смотрит монах, что это черное поленье толкают в печь. Он подскочил, выхватил этот Синайский манускрипт. Который в 1936 году советское правительство передало британскому музею за 500 тысяч долларов по тем деньгам. А это относится к какому году? Четвертому веку. Полностью. Свиток. Вот четвертый век. Это свитки. Свитки найдены. Первые упоминания. Да, в 136... Дорогой отец, но это первое упоминание. Третье упоминание. Да не первое упоминание. Я говорю, что свитки, которые найдены были полностью. А обрывки в 136 году относятся. Ну, а Христос когда жил? Ну, Христос жил в первом веке. Это не означает, что не было написано. И Павел пишет послание... Ну, мне говорят, что Павел не видел Христа. Павел родился после смерти Христа. И привлек его в религию. Больше, чем сам Христос привлек в религию. Но апостол был. Кто основал церковь? Кто основал церковь? Павел основал церковь. Да почему Павел основал? Христос основал. Я создам церковь. Евангелие от Матфея 16. Нет, вот именно откуда пойдет. Вот с этого момента, говорит, пойдет церковь. Я именно от рукоположения Павла. У нас все священники и так далее. К нам Павел не относится. Мы имеем рукоположение от апостола Андрея, брата Петра. Ну, что вы, мужик? Городище попало. Павел, Павел, Павел. Вот это самое... Что-то вы на Павла-то против. Как мусульмане. Они против Павла прям зубами скрижищут. Ну, Павел был после Христа. И как раз от него пошла церковь. Да не пошла. Не пойдет церковь-то. Ну, зачем говорить? Деяния апостола. Вторая глава. В день Пятидесятницы. Были вместе. Сошел Дух Святой. Да, Пятидесятница вот этого. Да, Павла тогда и не было. Не было Павла тогда. День Пятидесятницы. А кто в День Пятидесятницы был? А это означает, после Вознесения Христа, через 10 дней. 10 дней прошло. Пятидесятница. Кто организовал Пятидесятницу? Дух Святой организовал ее. Кто находился там? Около 120 человек. И Матерь Божия там, и все апостолы вместе. И были люди еленисты с разных сторон. Ну, я говорю, что, собственно, Павел родился после смерти Христа. И как раз Пятидесятница. И он организовал церковь. Он привлек в христианскую церковь больше, чем сам Христос привлек. То есть, он организовал все это движение. И именно церковь организовал сам апостол Павел. И его, собственно, то есть, как бы, возносится как одного из великих апостолов. Хотя он Христа сам не видел. А он об этом и говорит. Не видел ли я Христа, когда Христос ему являлся? Не, являлся в основе. Являлся в этих самых. То есть, я с этим согласен. То есть, он его мог видеть, мог ощущать, мог с ним общаться. Как я сейчас. Я сейчас могу тоже с Богом общаться. Я могу общаться с Христом. Правильно, правильно. Никто не мешает. Я могу его видеть. Ну, то есть, они просто именно были временные рамки разделены, скажем так. Но видеть мы не можем. Мы только духовно. А он видел. Христос прямо явился ему. Как муж македонянин. Это уже явление было. Ну, явление хорошо. Давайте, да, ставим за рамки. Ну, только запомните хорошо себе, что Евангелие написанные были апостолами и распространялись. Не было ни одного Евангелия написанного с одним апостолом. Это было воспоминание апостолов. И сатана куда бьется, что? Это сатана делает такие мысли, впаривает человеку. Евангелие от Матфея написано. Матфея, Матфея. Матфея апостол. Сам Матфей писал. Что? Извините, сам Матфей писал. Евангелие от Матфея писал сам прямо Матфея. Прям лично писал. Лично сам написал. Лука писал сам. И говорит, пишет кому Феофилу. Лука пишет. Предисловие-то какое. Как все написали там, которые... И я тебе подробно. Он более подробно расширено. Некоторые события, которые другие упустили. Вы меня не обманываете? Никак. На 100%. На 100% правда. Абсолютно. А когда этот документ нашли? Можете сказать, не когда нашли для... Ну, то есть... Вот, смотрите. Невангелие от Матфея, кого нашли? У нас есть книга правил. Книга правил. И апостольские правила. Апостольские. И уже 85-е правило. При апостолах уже показано. Какие книги входят в Новый Завет. Там перечислены уже все, кроме откровения. Откровения уже Гангский собор. Ладийский там затронуть его. Ну, нельзя говорить то, чего не знаем. И всякие бреди собирать. Не, не, не. Подождите. Ну, хорошо. Я вас просто конкретный вопрос спрашиваю. Когда были найдены... Ну, то есть... Евангелие от Матфеи и так далее. Когда они были найдены? Современниками найдены. Надо понимать. Кем найдены? Современниками. А при их не было... Что найдено? Когда оно распространялось, переписывалось. Оно у каждого, говорит, собритие могло быть. Да, да. Когда историки носируют вот эти вот написанные... Первые, которые сохранились, маленькие свитки, как Кумаранские, к 136-му году относятся. Это пишет профессор Марсенковский Владимир Филимонович. Ну, вот, да. То есть... Но это же не при Матфее было написано. Мы же не знаем... Мы же не можем точно утверждать, отец, что это было написано при Матфее. Можем предполагать, что это было написано при Матфее. Нет, не предполагать. Господь говорит, я бодрствую над словом моим. Сохранились списки, которые есть на латинском языке, на арабском. И когда переводили на русский, синодальный перевод 1876 года, пользовались всеми этими, которые самые древние переводы. А то они все разные. Мне бы Бог дал знания некоторых языков. Я на тех языках считал, сравнивал. Почти буква в бук. Если написано у нас, покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное, то английский Repent Kingdom at the Hand. То есть Царство Божие под рукой. Еще ближе, как бы... Ну, это и приблизилось. Да, извините, извините, отец, но на английский Библию очень долго не переводили. Она была первоначально на латыни. Начнем с простого. Понятно. Она была на латыни специально, чтобы ее как раз не могли читать простые агличане и так далее. То есть очень долго католическая церковь держала Библию на латыни. То есть мы говорим про там, вот как раз, как вы говорите, полтора века. То есть это второй век нашей эры. То есть обрели вот эти Евангелия. Нет, не обрели. Наши современники нашли свитки. А в то время у них свободно распространялось. Павел, говорит, пишет, как бы нами посланы послания. Подделки разные были. Это все Петр пишет в первом послании. А где оригинал-то? А оригинала нету. Нету оригинала. Его нету. Вот я и говорю, отец, что были обрели только полтора столетия после смерти апостола. То есть мы обрели. И это просто переписанные вещи с того, что говорили. То есть это пересказ, пересказы, пересказы. Ну, знаете, вот вы сейчас говорите, допустим, мы говорим с мусульманами. Два миллиарда мусульман. И мы скажем, оригинал есть в Коране? Нету. Евреи. Здесь вот первая книга Тора, пять книг. Пять книг здесь. Мы спросим, оригинал есть? Конечно, нету. Ни у кого нет оригинала? Нет. Да что вы, собственно. У меня к каждому найдут свои претензии. То есть то, что Тора, она четыре раза переписывала, чтобы подходить под эти каноны. Как и Библия, как и любая другая книга, она переписывалась. А как переписывалась, вы знаете, какие условия? Условия какие были, чтобы переписывали? Какой должен быть человек? Какие чернила? Какой пергамент? На какой коже? И когда он писал слово «Бог» не имел права даже и стреляют сзади повернуться. И каждая строчка заканчивалась тем, написав... Подождите, а давайте... Вы перебивайте на полсловия. Слушайте, каждая строчка, евреи считали количество букв, и на полях писали 34 буквы. Следующую строчку. Если было найдено хотя бы две ошибки, свиток весь уничтожался. Вы не знаете, как Господь бодрствует над словом. Он говорит, небо и земля исчезнут, но ни одна йота не исчезнет, ни одна черта. Я могу сказать вам, сколько слов в Библии в нашем периоде, сколько в Коране. Я 57 лет этим занимаюсь. Я могу ответить. Чем отличается старовер от текущей релье? Тем отличается, что старовер... Давайте попробуем с вами разобраться. Я сейчас вам отвечаю. Они отказались, чтобы сделать как раз новый перевод. Я сейчас вам отвечаю. Вы вопрос задали. Вопрос задали. Много ошибок от переписи. То есть и текущая церковь отказалась. Вы вопрос... Видите, у вас уже тут заложено. Вопрос задали, и сами на него отвечаете. У меня ни один... Хорошо, я... Нет, все, извините, я вас послушаю. Я вас послушаю. Извините. Вы, если зайдете на наш сайт, я студентам отвечаю на 4124 вопроса. И ни одного возражения нет. Сидят специалисты с разных органов. Повторяю, я учился день и ночь 57 лет. С архивами работал. Знаю лично с такими, как Александр Мень. Когда спрашивал, а можете, он июрей природный, переводить так. Он отшатнулся даже от меня. Таких переводчиков нет сегодня, как Герасим Петрович Павский, Хвольцин Данил Абрамович. И вот теперь мы начинаем смотреть, как. Вы задали вопрос старой веры. Старой веры, что это такое? Это веру Христову, которую принял князь Владимир. Князь Владимир, да еще какая причина-то у него была несуразная. И приехал епископ Первый Михаил. И вот старообрядцы держатся за это. Старый обряд. А Никон в 1656 году решил подровнять под греческое, потому что обещали быть ему вселенским патриархом. Мордвина смутили. И вот Европа и провалилась в это Петрово окно. Разделили. Это не 2 миллиона прошло. Пополам Россию перерубили. Из-за обряда. Вот есть такой фильм Николая Достоля, режиссера, «Раскол». Николай Достоля. Давайте без фильмов, давайте по факту, пожалуйста. Я отвечаю. Там были с объятниками все и старообрядчество. А Библии слова даже нет. А спорили как, два пальца или три пальца. Аллилуйя говорит, два раза или три. Вы меня обманываете. Что неясно-то вам? Вам там разошлись по переписке Библии. Библию в руки не брали. Два пальца или три пальца. То есть вся церковь ушла. У них не осталось рукополагающих священников. Рукополагающие священники ведут свое движение от Павла. То есть первый, кто рукополагал священников, был Павел. И православная церковь ведет рукоположение от Павла. Вам зачем эту бредницу собирать? Златоуст говорит, бреди пьяных старух собираете. Чужую блевотину молотите языком. Не стыдно ничего. Вы спросили, что старообрядцы. Я отмечаю староверы, вот они как. Старообрядцы отказались на новую красно-синодальную переводу. А его не было. Остановитесь. Еще между ними 250 лет было. Как они могли отказаться, когда его не было еще? 250 лет до него. У вас все в голове каша какая-то. Что это мужик? Прости Господи. Проблудили мозги-то и городят ерунду. Я вам говорю абсолютно точно. В 1876 году я называю переводчиков. Переводчиков кто переводил. Из трех присутствующих дней четыре духовные академии переводили. В Синод поступали новые части перевода. Какие переводчики-то были, которых сегодня вообще нету? Для них родной язык был, как еврейский. Хвольсон, еврей. Доктор филологии, принявший христианство. И они переводили. И давали на рассмотрение... Это древнегреческий был. Там уже был древнегреческий. Древнееврейский. Греческий. Сравнивали с латинским языком. Древнегреческий. Не еврейский, а древнегреческий. Я сейчас говорю. Как смотрели. Смотрели, как это слово переводили святые отцы в проповедях, как Златоуст Василий Великий. Более точного перевода, чем русского, нету на земле. А до перевода от Никона 250 лет. А вы, говорят, они сегодня его считают. У них сегодня он. У старобрядцев. Мои корни старобрядческие. Поэтому меня тут не надо учить. Я знаю, это моя жизнь. Нет, в смысле, они берут сейчас новый перевод. Мне говорят, что они сейчас берут новый перевод. То есть не из-за перевода. По-вашему, то есть новообрядцы и старобрядцы произошли не из-за перевода, а именно из-за обрядов. Правильно? Да, так и называется. Из-за обряда было. Я вам начал говорить. Это не из-за перевода Библии. То есть Никон предложил по-новому. То есть отказаться от старого. Потому что очень много переписей Библии накопилось ошибок. И то есть старый обряд и новый обряд. Насколько я понимаю, извините, я вас просто расскажу. Мою точку зрения. Вы можете с ней там не согласиться. Можете с ней поправить. Я просто расскажу. Новый обряд. Старый обряд разошелся именно как раз из-за переписи Библии. То есть старые обрядцы взяли старые переводы, которым накопили много ошибок, много еще чего. А Никон как раз именно сказал, что будет новый перевод сделан в Библии. Я не прав. Абсолютно на 100%. Сейчас вышел фильм 20 серий. Называется «Раскол». Это время раскола патриарха Никона протопопа вакуума. Притом там советники, старые обрядцы, белокрининская иерархия, митрополит Корнилий. Это тут уже безошибочно как. Никон и Аввакум Библию вообще не держали в руках. Не было. Они спорили о богослужебных книгах, а не о Библии. У вас что тут вообще-то? Библия вообще не касалась 20 серий и нигде даже не показали. Они обряд. Как было считать? Когда крестный ход идти по солнцу или против солнца. Постол они называются. Аллилуйя два раза говорить или три раза. Библию вообще ни одной строчки не трогали они. Забудьте про это. У вас просто какая-то бредня идет и идет. Что с вами? У вас у старого обрядцев не осталось ни одного рукополагающего священниства. Тогда бы, да. Потом они приобрели. Приобрели. Они не могут приобрести. Они не могут никого приобрести, потому что это... Об Амросии. От Амросии получили. Амросии. От Амросии получили. Как никого. Вы что городите-то? Их и патриархия признает. Он был митрополит. И рукополагал Двухалипия Павла. И два епископа. Они приехали, тут дальше рукополагают. Это законная иерархия. И Ново-Зыбковская законная. Когда это было? Это новое время уже? Ну, как же. И сейчас сказать вам это... Они были 130 лет, кажется, без этого. Без священства-то. И, наконец, получили. Ну, да. Когда это было? Ну, считайте от них. А надобавьте 130. Можно посмотреть. Точный год. Число. Все указано. Да не, ну просто, ну как бы... Ну, ладно. Я не считаю, что старобрядцем можно стать. Старобрядческая церковь. Вот старобрядческая, которая отделилась. Без поповцы разделились больше 50 толков течения. Это поморские голбежники. Нетовщина поющая. Нетовщина глухая. А имеющих священство только две. Белокреницкая иерархия и Ново-Зыбковская. Они рукоположили себе сейчас патриарха Александра. Ну, про рукоположение. Я от вас опять первый раз слышу. Я опять первый раз слышу, что произошлись насчет обрядов. Никаких обрядов там. Мне кажется, что... Да вы, я не пойму, где могли... Насчет разных переводов Библии, в моем представлении, то есть... Библия переведена на 2896 языков. Полностью или частично. Я вам полные даю данные. И разошлось как раз именно на Никоне, именно за разного чтения Библии. Понимаете, что вы считали-то? Откуда вы набрались это? Это написано... Столы наполнены отвратительной блевотиной. Зачем вам это? Есть истина. Истина, она одна. Где можно почитать? Да... Зайдите на мои ресурсы... Посоветуйте мне просто про Роскол почитать. Я не хочу сериалы... Я не буду телевизор смотреть. Я не буду смотреть сериалы. Потому что это Блевосина и так далее. Да. Посоветуйте мне книгу. Посоветуйте мне книгу про Роскол. Но чтобы это было озвучено с двух сторон. Я не хочу читать точку зрения православства. Я хочу посмотреть с двух сторон, как это выглядит. Правильно. Посоветуйте хорошую книгу. Хорошая. Хорошая мысль. Так вот вы возьмите историю Мельникова, Старобряческого, Федора Ефимовича. Абсолютно... Мельников Старобрянца, да? Да. Федор Ефимович Мельников. Как он бежал с советской власти и дальше. Он историк. Хорошо. Спасибо. Я попробую это читать. Обязательно. Он не ошибаюсь. То есть у меня есть вот... Он историк. Но он над документами работает. Работал. Это времена перехода с 1917 года. Он в Румынию бежал. И там оттуда написал все это. А Никоновская, это все как раз и были, чтобы задушить противодействие. Кого вам от этих назвать-то? Тут можно... История церкви Шмейманова Александра могу посоветовать. Не, просто мне нужна именно история Мельникова. Вы говорите, Мельникова... Вот, пожалуйста. Лучше нету. Я могу книгу показать. Она у меня стоит. Как она выглядит? Не, отлично. Я найду в интернете. Спасибо, отец. В интернете? А можно библиотеки взять. Я могу показать. Ее как раз издали. Я в Барнауле нахожусь. Барнаульские наши издали. У меня бабушка из Барнаула. Ну, вот видите. Так что вы проведите ревизию. Что у вас там, мусорный ящик получился? Вытряхни все. У меня нет мусорного ящика. Я собираю информацию и пытаюсь ее корректировать. Зависимо от того, мы же с вами разговариваем. То есть у меня есть какая-то концепция, представление. То есть оно не совсем неправильное. Правильно? То есть я что-то знаю, что-то не знаю. Вы мне можете подкорректировать. Я почитаю. То есть у меня есть источники, которыми я пользовался до этого. То есть вы мне посоветовали, я посмотрю. Да, Иоанн Затаус говорит так. Чего в Библии нет, о том не рассуждаем. Главный вопрос у человека. Буду я со Христом в раю или нет? Или с сатаной гореть в огне? А для этого Христос пришел и умер за нас. Искупил кровью своею. Вот что надо знать. Примирился ли я с Богом? Что меня ждет за гробом? Как я должен жизнь закончить? А не просто здесь раздетому ждать, какая баба на меня посмотрит. Мозги-то проблудили люди здесь и ничего не слышат. Отец, а вот так вот утверждать нам никакая церковь не может сказать и православность и иерархия утверждает. Никто нам не может сказать, как жить, чтобы попасть туда. Есть. То есть нам можно сказать, что не совершать, чтобы туда не попасть. А вот как жить... Как жить на каждый вопрос. Никто не может сказать, чтобы туда попасть. Вы на наш сайт зайдите. Я отвечаю студентам на 4124 вопроса. И там 55 папок. Семья. И вы там все найдете. Я работаю с самыми древними книгами. И современными. Зайдите на наш сайт. Он называется «Сайт во свете Библии». Сайт. Как еще раз? Я говорю не о Ютубе, а о сайте. Через Гугл найдите «Сайт во свете Библии». Во свете Библии Игнатий Лапкин. Игнатий Лапкин. У меня 38 томов вышло книг там. 38 томов. И в интернетной версии, в компьютерной, еще 7 томов. Не, я понимаю, но просто вы же тоже не являетесь. Вот кто его знает? То есть вы можете точно сказать, что надо делать и что не надо делать? Абсолютно точно. Да и так далее. Только два момента. Два момента только нужно. Но их можно раскрывать шире. Первое. Считаем Евангелие от Иоанна. И говорится. Кто не родится свыше, не может увидеть Царствие Божие. Первое. Рождение свыше. И вам это не надо будет объяснять. Вы все будете знать. Бог положит вам туда. И второе. Серафим Саровский сказал. Смысл жизни. Стижание Духа Святого. Дух Святой вам покажет. Это римлянам 8 глава 9 стих. Кто Духа Христова не имеет, тот не его. И первая глава. Чего нельзя делать и что нужно. Постань к ефесянам. Дела милосердия. Там молитва. Вот допустим. Я спрашиваю мусульман. Я вам показываю. Это ваша книга? Да, наша. Знает. Так. Что самое главное в мусульманстве? Они не могут ответить. Я говорю. Намаз пятикратный. А у нас семикратный намаз. Нет. Давайте не растекаться. Я понимаю. У меня книга не Коран. Я никакого отношения к Корану не имею. Я православный человек. У меня возникают определенные сомнения. Я вам задаю определенные вопросы. Есть какое-то мнение? Я вам ответил. Заинтересоваться, как он знающий человек. Зайдите на наш сайт. На мой сайт зайдите. Я работаю с книгами. Я вас услышал. Я вас услышал. Я попробую зайти на сайт. Почитать миленько. Спасибо за то, что вы... Но если хотите увидеть, посмотреть, как надо жить конкретно, зайдите на наш YouTube. У меня в YouTube 17300 роликов. Этого нету нигде в интернете. Даже половина. Ну, не. Я очень много смотрел Кураева. Я смотрел Чаплина и так далее. Просто как бы... Кураев приезжал ко мне сюда и мои книги у него. И он меня считает самым великим проповедником. Я себя таким не считаю. Вот. У меня просто и возникает вопрос. Просто вы говорите однозначно и безапелляционно. Да. Ни один священник не может так говорить. То есть мы не знаем, что там будет и как надо жить, чтобы туда попасть. Они не знают. А вы мне обещаете, то есть вы меня обманываете. Я абсолютно точно говорю. Вы привыкли обманщикам слушать. Птицы слетаются к подобным себе. Если вы привыкли жить по лжи, не венчаные. Такие вам и советники. Я никому не угождаю. Меня судили за это. Я пять тюрем прошел, чтобы отстоять то, чем живу. А они в глаза не видали, по заграницам ездили. У нас разная жизнь. Он ездит на Кадиллаке, яхта, у меня один ржавый велосипед. Подать милостью не бояться. У меня пенсия за 35 лет трудового стажа 8 тысяч 141 рубль 33 копейки. И я ее не получаю еще многодетным, отдаю прямо там же в кассе. Мы разные люди. Абсолютно разные. У меня ничего нету. Что бы я ни показал, вот этот затриманный пижак все на мне шьет. Я все отдал. И поэтому, когда люди натыкаются, это невозможно. Как следователь меня... Это такие средства в руках. А средства огромные. Мы деревню православную строим. Но, отец, это, собственно, у вас какая-то гордыня в вами возобладает. Вот гордыня, это прелесть. Это то самое, то, что вы хвастаетесь тем, что у вас там... Я Господом хвалюсь. А написано, хвалящество хвалить Господом. Это невозможно человеку сделать. Я говорю, Бог это сделал через меня. Не я. Бог... Я считаю, что вы не можете сказать, как жить, чтобы попасть в Господу 100%. Вы же не знаете... Я ответил вам. Я ответил вам. Первое. Родись свыше. И спроси рождение свыше. А поэтому вас трамбовать бесполезное дело. У вас там уже булыжники лежат в голове. А вы сейчас услышали? Молись Господу. Дай Господи рождение свыше. И ты... Вот я в 23 года получил это. А в это время работаю на корабле. У меня сила, здоровье, выход за границу. В пять... Сколько? Полчаса был на молитве. Бог сделал новую жизнь. Я вернулся на корабль. Я другой уже. И 57 лет несу это ИГО с радостью. И посмотрите. Меня бы разоблачить проще всего. Во-первых, книг столько выпущено. Три радиопрограммы регулярно по этому... По радио, по местному. За пяти университетах преподают. Тринадцать школ. Пять отделов милиции. Воинские части. Меня бы поймать голыми руками. Не тут-то было. Где бы я ни был. В Лиссабоне. В Нью-Йорке. И везде проповедь сразу предоставляют. И ни один митрополит, ни патриарх мне не скажет против. А только говорит. Мы этого не можем делать сейчас. Они боятся властей. Отец. Ну, отец. Мне сказали. Вот ты мне прям можешь сказать, что сделал, чтобы я попал в рай. Вот прям сто процентов. Так, брось свое... Первое сделай. Очисти голову рождением свыше от этого мусора. И тогда считай Библию. И ты увидишь все. Все там написано. Что надо делать с утра до вечера. И как ночная молитва будет. Написано. Девять заповедей новых. Блаженства. Блаженства. А ты попадешь в рай? Вот ты попадешь в рай, отец. Господь обещал, Павел говорит, с бассейным надеждой. Но многие потерпели кораблющение в вере. Только Бог знает. Поэтому первое послание к Коринфянам. Слушайте. 4-5. 4 глава 5 стих. Говорится. Не суди никак прежде времени. Доколе не придет Господь. И не осветит сокрытое во мраке. И тогда будет похвала каждому. Мы в пути. Мы в пути. Мы не знаем, мы дойдем или нет. Но вы не можете мне гарантировать. То есть вы сами же говорите, что все в воле Господне. А вы мне говорите, то есть мы можем попытаться идти правильным путем. Но не факт, что он нас придет в правильное место. Но мы можем попытаться идти. Не так, не так. Вот сегодня, допустим, я причащаюсь. И сегодня я умер. Дальше нету. Я буду в раю. Почему? Бог мне обещал не ложно. Я без лицемерия, без лжи следовал за ним 57 лет. Но после причастия два дня прошло. А я на кого-то посмотрел не так. У Бога другая шкала. Другая. Посмотрел на женщину с пожеланием. Уже прелюбодействовал. Прелюбодей. Если ненавидит брата, я под одеялом лежу. А подумал, чтоб ему повылазило. Я уже убийца. У Бога другая шкала, чем у нас. Я вот ночью вставать холодно. Ночная молитва. И я одну ночь не встал только. Одну ночь. И ангел уже отошел. Вот как бывает-то. Поэтому мы себя сжимаем. До конца. Вот прежние годы было, я работаю на стройке. Бог дает силу. Девять, одиннадцать. Бог у нас все прощает. Если мы исповедуем, что он прощает наши грехи, в отличие от Корана, в отличие от евреев, Бог нас прощает. Вот именно этим разницу. То есть, если мы... В церкви. В церкви. Мы можем покаяться, то, что вы говорите. Да, можем, а они не могут, потому что нет спасителя. Да, у них нет спасителя. У нас есть отец. То, что вы говорите, у нас, по крайней мере, на этом есть вариант. Да. Поэтому утверждать, вот как Баптиста или кто-то, он уже спасен навсегда. Мы не можем. Писание говорит так, послал Павла, спасены в надежде. И Павел говорит, не достигну ли я, как достиг меня. Вы не можете точно сказать, что делать, правильно? Я не знаю, что через час я буду живой. Откуда я знаю? Может, я сейчас тромб отлетел какой-нибудь в легкие, и все, и нету. У нас уверенности ни в чем нету. Мы все доверяем Господу. Будет воля Твоя на земле, как на небе. Что ж ты такой, мужик? Вот принимаешь, нет. Это все блудные мысли делает. Такой скудный разум-то. Набрался мусора всякого. Даже... Мне здесь очень сложно еще понять. Если мы рассмотрим... Вам сколько лет? Сколько лет вам? 35. Мне 81-й. Слушай, сынок, не спорь. Не спорю. Я 57 лет, по милости Божией, учусь у ног Христа. Беседую с сектантами. Сколько пришло, стали православными. К нам приезжают сюда... Мусульмане принимают крещение. Слово Божие, наполнено благодатью Духа Святого, перерождает людей. Я в вузах, ночью молюсь, никто меня как будто не трогает. А утром преступники говорят, сегодня 7 человек сзади становились, молились. Я всего только один день в тюрьме, и уже камеры полностью в моих руках. 75 преступников. Охранники открывают и слушают. Два часа проповедь. Почему? Бог меня послал туда. Господь наполнил меня этим. Я спрашиваю, было у кого? Ни у кого такого не было. А почему? Это Бог знает. Он дал мне этот путь скорби, путь радости. Пять тюрем позади. Отец гордыня. Отец гордыня. Да у вас еще нету гордыня. Вы пошевелитесь. Что выше вашего головы, это уже гордыня. Григорий Ницкий говорит, люди верят только в то, что сами могут совершить. А говорит 2.16, Яков говорит, покажи веру твою без дел твоих. Вот покажите. А я, говорит, покажу из дел моих. Это гордыня. И Павел перечисляет, что сделал. Говорит, более всех потрудился, более всех в нужде был. Почему? Не я, впрочем, но благодать Божия со мною. Мы должны говорить не только то, что архи грешный, супер грешный. Это никого не привлечет. Но я был таким разбойником. Я гнал людей. А Бог меня сделал другим. Был сам, стал Павел. У вас все неверное в голове. Абсолютно. И знаете, гордыня. То есть выше вашего уровня мусорного, это уже гордыня. Мне это ни один профессор не говорит. Ни один академик. А разину в рот слушает. Когда в доме ученых в Новосибирском академгородке выступаю. Не, я вас прекрасно слушаю. Вашему опыту можно позавидовать. Просто я говорю, у меня есть какие-то вопросы определенные. То есть вот я говорю, вы там вот пытаетесь как-то... Ну, то есть вот мы с вами разговариваем. Я говорю, все-таки у нас нет пути, то есть вот как бы четкого, чтобы к этому прийти. То есть мы все идем там разными путями. Мне говорят, что да, как лучше поступать. Вы когда молились? Последний раз, когда молились? Последний раз, когда молились? Ну, а нам заповедь семь раз в день на молитве. Утром еще вечером дополнительно. Сегодня вечером служба идет в храме. Завтра на литургии будем. А вы нигде не будете. Отец, я не молюсь, я разговариваю с Богом. Э, знаете, один... А я говорю с Богом. Один юноша говорит старцу своему, говорит, ну вот мы молимся каждый день, а другой не молится вот такой вот. И какая разница? Он говорит, дал два сосуда, около дороги поставь. Один не трогай, а другой через каждый час промывай. Ну и через день, говорит, разница идет. Говорит, половина уже пыли, машины идут. А это, вот так и молитва. Мы все время ощущаемся. А ты не ходишь, у тебя там помойка, мусорный ящик. А если я разговариваю с Господом, это не молитва? Это не молитва, потому что ты Господа не знаешь. Ты по прихотям говоришь своим. Ты оденься сначала здесь. Не позорься, как блудник. У тебя другое будет. Раздевайтесь, почему в рулетке-то? Потому что это блудилище Содома и Гаморра. И мы сюда пришли, чтобы вам помочь выбраться. А вы подыскиваетесь с гордыней своей. Это гордыня в вас. Писания не знаете, по-христиански не жили, посты не соблюдаете. Никакой гордыни нету. Вместе с червями подземными. Немножко меня оскорбляет. Я сижу дома. Знаете что, дома сидит человек. А все здесь и женщины, и титьки, и метро сут. Половина мужчин анонизмом занимаются. Вы же знаете, кто создал рулетку-то? Да я. Мальчик, 15 или 17 лет. Андрей Терновский, двоечник. И сразу стал миллионером, уехал на Лазурном берегу, в Америке живет. И все блудное собралось в эту рулетку. И мы пришли сюда, чтобы возвестить пути, сена, не спорить с вами. Все, сбрось себя, оденься и пойди в храм сегодня. Первый шаг. Сходи на исповедь. К священнику. Ему дана власть разрешить от грехов. Покайся и на прежнюю блевотину не возвращайся, как пес. Как вымытая свинья идет валяться в грязи, как Яков говорит. Спасибо вам, совет. Я вас услышал. У нас говорят не спасибо, а спаси Христос. Вы посмотрите, как у нас одеты женщины. У нас как-то приехали тут американцы, ну, библейское общество, увидели наших женщин. Они таких красивых нигде не видали. Как они одеты? Мы православные, но у нас все под контроль взято. У нас не ходят с тарелкой, повторяю. У нас ни за что не платят деньги. Десятина все покрыла. И у нас полная тишина. За семь минут сигнал. Все зашли в храм. Полное молчание. Семь минут молча молимся про себя. Открываются царские врата и начинается богослужение. Шепотом ни одного слова нету. Торговли никакой нету. В устав внесли это. И приезжают священники, архимандриты. Фотографируют. Начинают делать свои попы, их задавят. Почему? Деньги, деньги, деньги. Мани, мани, мани. Они только для этого живут. А Господь говорит, не можете служить Богу и мамоне. Не можете. Вот мы сделали это, и никто этого не может сделать. Почему? Это труд огромный. У нас к крещению подготовка идет в университете. Три-пять лет. А у них пять минут. Три-пять лет. Да еще дается два ему, которые помогают за это время. И у нас крестятся в озере. Это можно сидеть на каком-то складе. У вас же что-то продается с этого склада. Правильно? У нас ничего не продается. Ничего нигде не продается. Ни за крещение у нас ни за чего не берут деньги. Нет, сзади у вас лежат товары какие-то. А какие? Где товары? Где? Где? Где товары? На полках. На полках это у меня архивы. Я собираю архивы свои. Когда меня арестовали, сожгли две огромные кучи. И после этого я сам переплетчик-реставратор. Еще у меня письма. 77 томов по 650 страниц. Музеи современной истории приходят, просят хоть один том. Я переписываю всемирную переписку. И все переплетено. Билеты, где мы ездили, где проповедовали. Эпистолярное наследие не имеет равных себе. Сотни томов написаны. Рукой. 1200 писем каждый год. А вы не описываете. То есть, когда вы пишете, вы исключаете, что вы можете совершить ошибку. Лучше человеку, и человеку свойственно ошибаться. Это же в его природе. Я с книгами работаю. И когда я отвечаю на письма, у меня до 10 книг могут лежать. Рядом выписываю. Если вы зайдете на наш YouTube, называется «Восвяти Библии», Игнатий Лапкин. И вы увидите там. Все увидите. Зарядите там про деревню. Я начальник детского лагеря. 45 лет. 45 лет. Да еще 3 года сейчас в ином формате. 48. Тысячи детей без помощи государства подняли. У нас погибло 21 тысяча сел в России. Еще 10 на ладан дышат. Один-два человека. Мы взяли участок. Получили земли. Зарегистрировались. Построили храм, школу, дороги, пруды. Все за свой счет. Не Путин виноват. Мы давайте работать. Мне Господь позволил сон сократить до 2,5 часов раньше было. Вот представьте себе. Отец, хотел бы я вам верить. Хотел бы я вам верить. А вы зайдите на наш сайт. И там государственный фильм про меня. Называется «Златоуст из Потеряевки». Занявший первое место в России. А первый фильм «Причустие». Первое место на международном киноконкурсе. Документальный. Государственные такие бобины еще делали. Ничего здесь я вам ни одного слова не сказал неправильно. Мы делаем для Христа. Потому что мы уверовали, что Он умер за нас и ощущает. И Он не может человеку этим грешить. Мы как одна семья живем. Так жила Россия. У меня в лагере мальчик не имеет права к девочке прикоснуться пальцем. И девочка так же. Целомудрия. А почему люди такие скудоумные? Блудники. А мне мама еще в 2-3 года уже сказала. Я знал, нельзя пионерам вступать в комсомол. Нельзя танцевать. Мама неграмотно учила нас так. Она говорила, есть рать и рай. Как же так? Как же так? Это же социализация людей. Я вам посвящаю. У меня отец с фронта вот так руки нет. С матерью полкласса не кончили. И 10 детей. 5 мальчишек, 5 девчонок. И мы ни разу не слышали, чтобы они ругали власти. Как сейчас Путин, Путин. С ума сошли. А мы вот взяли участок. 21 тысяча селений исчезли. Почему никто не восстанавливает? Проблема. Я это слово истребил. Называю нерешенный вопрос. А вот много преступностей. Я говорю, что вы сделали для того, чтобы не было? Я пошел в тюрьму. Помогаю. 18 лет бесплатно. Народ невежественный. 5 университетов веду занятия. 13 школ. Бесплатно. Я нигде не получаю ничего. Даже начальник милиции, генерал и говорит, знаете, моя милиция стала тише себя вести. Я результаты вижу. Начальник детского лагеря. 48 лет. Ни рубля нигде. Ни я, ни обслуга. Ни одного ребенка больного не отпустили. Приезжают больные, уезжают здоровые. Наркоман был за один месяц-другой. Услышала директор Кэстонского института в Лондоне, Ксенни Деннон. Ей дали сопроводительного с Астанкинской башни. И прилетела в Алтай. И она все увидела, приобрела книги. Мне, говорит, половину не рассказали, как с Ариста Савская. Как так? Ребенок-наркоман. Мы, говорит, уходим на наручники. К батарее приковывали. А приезжают родители. Они узнать не могут сына. Где вы учились этому? Я учусь день и ночь. Вот это вот, чтобы не стонали. Японское канзе взял. Вот это Новая Зеландия. Вот это взял из Швеции. Вот это из Англии. Шепотом разговаривает. Лишился права. Выходи на улицу. Правила. Я все время ссылаюсь на что-то. С вами сложно разговаривать. Вы проповедуете, говорю, отец. С вами сложно разговаривать. Это дело. Конкретное дело. У нас нет диалога. У нас нет диалога. У нас есть монолог. Вы мне... Вам надо слушать. Я понял. У вас нет монолога даже. Вы обязаны слушать. Как вы помните, собачье сердце. Вы еще в начальной стадии. И два светки соскочили. Вам надо слушать и делать. Чтобы разговаривать, вы должны сдать хотя бы мой уровень. А я день и ночь учился. День и ночь. И я вам даю даром это все. А вам нужен молодой, чтобы слушали вашу ересь эту. У вас ни одного слова не было правильного. Ни по Библии, ни по жизни. Поэтому радуйся сегодняшнему дню. Мне ни один не сопротивляется. Нигде это ученые. Полный зал профессоров. Ученый Академ Городок Новосибирский. И ни один не возражает. Ни один. Я даю знания в конечной инстанции. Дальше идти некуда. По Библии, отец, просто. Я говорю, мы Библию обретали очень... Разными кусками. Очень долго по истории. То есть, это книжка разнородная. И, собственно, у нас те учения... У нас есть апокрифы, правильно? Которые нам нельзя писать. Хотя они являются частями Библии. Правильно? Они не являлись никогда. Они нам не нужны апокрифы. Церковь определила. Они являются частями Библии. Они никогда не были. У вас есть разные, допустим, не православные, а христианские учения. Где-то апокрифы одни. Где-то апокрифы другие. То есть, и Библия, она приобретала с кусками. Как вы сами говорите, там 400 книг. И где-то одни там 300 берутся. Где-то другие 300 берутся. Знаете, профессор Марсенковский Владимир Филимонович описывает так. Евангелий под разными названиями 20 было. И тогда положили на престол. Запечатали. Стали молиться, ушли, заперли. Утром пришли только 4 Евангелия. Остальные сброшены. Бог показал это. Он говорит, ну, если бы даже не так, наше осознание отфильтровало бы это. Ну, с чудесами я не могу спорить. Нельзя спорить. Нельзя. Бесполезно. Как моя мама говорила, еще, говорит, не родился человек, который переспорил бы Игнать. А почему? Чтобы ответить. Я учусь день и ночь. День и ночь. Вот сегодня у меня подъем был. Ну, пол первого ночи. Я только ответы даю 2-3 часа иногда. Каждый день. Чтобы издать 38 книг, я провел за 9 лет за компьютером больше 30 тысяч часов. На компьютере. Ну, у меня вот самое главное православная вера, в чем это самое, допустим, католическое. То есть, вот православные, это соборы, да, то есть, соборы длились непрерывно от основания церкви. То есть, на каком-то соборе, прям, длилась католическая церковь. Она отказалась принимать какие-то соборные решения. Да, стало само... Продолжение следует...